Доброе утро! Позвольте поинтересоваться, в каком вы сейчас настроении. Не будете против, если к гамме ваших эмоций я добавлю немного оранжевого цвета, потому что в это утро в нашей программе зажигает группа «Чайф». В абсолютно оранжевом настроении рок-коллектив посетил Минск в рамках гастрольного юбилейного тура. Программа из лучших песен группы, написанных более чем за четверть века, носит название «Чайф. 25 лет выдержки». Это был концерт воспоминаний. На заднем плане музыкантов висела фотография двора в Екатеринбурге, где все и начиналось, где с гитарами собирались юные Владимир Шахрин и Владимир Бегунов, пытаясь произвести впечатление на девочек. Они встретились в 1976 году в 10 классе 36-й школы города Свердловска, нынешнем Екатеринбурге. Вместе играли в школьном, а затем в студенческом ансамбле. Во время выступления Владимир Шахрин рассказывал о самых важных и знаковых вехах истории группы. Каждый этап они проиллюстрировали песнями, которые максимально точно в музыкальном и текстовом плане ему соответствуют. На трамвайной колбасе за белой вороной. Бутылка кефира полбатона. Сейчас завоя тоски никто не услышит. Пусть все будет так, как ты захочешь. Цитировать можно бесконечно. Группы «Чаев» именуют самой народной рок-группой. Задушевная, искренняя, мелодичная песня, созвучная представителем едва ли не всех возрастов и сословий. Состав группы «Чаев» остается постоянным с 1996 года. Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, Вячеслав Двинин и Валерий Северин. Артисты, несмотря на огромную популярность и большие возможности, по-прежнему обитают в Екатеринбурге. Они не перебрались в столицу, как сделали все остальные провинциальные звезды. Последние 10 лет группа живет под девизом «Все только начинается». Новые песни прославленного коллектива штурмуют родинные чарты. И как хорошее вино, эта группа с возрастом становится только лучше. 25 лет – серьезная цифра для музыкального коллектива. Но куда важнее такой срок выдержки для настоящей дружбы? Нет, нет, на месте хорошо. Мы знаем, кто чего может выкинуть. Мы знаем, кто чего может придумать. Есть еще о чем поговорить, есть что спеть, есть куда съездить. Так что я думаю, фушеброшуемся еще. Мы не будем больше громко петь, мы не будем больше пить, материться и купить. Ну а если вдруг захочешь сам, лучше нас не приглашай. Мы прощаемся сегодня с ним. Шаряй-бабай, на свидание, милый друг. Не гони их, дядя, из подъезда. А вдруг эти пацаны с гитарами, разрывающие своими аккордами весь двор, через 25 лет вот так же приедут в ваш город с гастрольным юбилейным туром?